И душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святой Его. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Дело, совершенное родившимся Господом, касается каждого из нас. Вступающие в общение с Ним приемлют от Него свободу. Врачество, мир, обладают всем этим и вкушают сладость того. А тем, которые испытывают это в себе, незачем говорить «радуйтесь», потому что они не могут не радоваться. А тем, которые не испытывают, что и говорить «радуйтесь», они не могут радоваться родившемуся Богу. Связанный по рукам и по ногам, сколько ни говори ему «радуйся» и «избавлению», не возрадуется, покрытому ранами грехов. Откуда придет радость у врачевания? Как вдохнет свободно устрашаемый грозою гнева Божия? Таким можно только сказать. Пойдите вы к младенцу повитому, лежащему в яслях, и ищите у него избавление от всех, обдержащих вас зол. Ибо этот младенец Христос спас мира. Желалось бы всех видеть радующимися именно этой радостью и не хотящим знать других радостей, но не все сущие от Израиля. Начнутся теперь увеселения пустые, буйные, разжигающие похоти. А любящим все это, сколько ни говори, укротитесь. Они затыкают уши свои и не внемлют, и всегда доведут светлые дни праздника до того, что заставят милостивого Господа отвратить очи свои от нас и сказать «Мерзость мне все эти празднества ваши». И как будто нарочно изобретают люди в большом количестве в дни Рождества, увлекаясь ими. И мы даем князю мира, мучителю своему, противнику Божию, повод говорить к Богу, что сделал ты мне Рождеством своим и Воскресением. Все равно ко мне, к дьяволу идут, но допроносятся чаще в глубине сердца нашего слова 50-го псалма. Ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Нас увлекает просвещенный Запад, да? Там впервые были восстановлены изгнанные было из мира мерзости языческие. Оттуда же они переходят и к нам. Вдохнув себя этот адский угар, мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня, вдаваясь в их празднество. Но вспомним 1812 год. Зачем к нам приходили французы? А вспомним немцев в 1941 году. Бог послал их истребить то зло, которое мы у них же и переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начал уже забываться тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет. А если не опомнимся, кто весть, может быть, опять пошлет на нас Господь таких же учителей наших, чтобы привести нас в чувства и поставили на путь исправления. Таков закон природы Божией. Чем врачевать от греха? Да, тем, что увлекается к нему. Это не пустые слова. И мы должны с вами видеть этот голос церкви. Ведайте, православные, что Бог поругаем не бывает. И, ведая это, веселитесь и радуйтесь в эти дни страхом. Осветите светлый праздник святыми делами, занятиями, увеселениями, чтобы все, смотря на нас, сказали, у них святки, и не буйные какие-нибудь игрища нечестивцев. А святки – это те дела, которые нам показывают любовь к родившемуся Богу. На этом, дорогие, прощаюсь с вами. Будьте здоровы и Богом хранимы. 11 января в четверг православные верующие вспоминают трагические события, которые произошли при царе Ироди. 14 тысяч младенцев были убиты в Вифлееме по приказу этого правителя. Когда пришло время рождения Иисуса Христа, восточные волхвы увидели на небе новую звезду, которая предвещала появление на свет царя Иудейского. Тотчас они направились в Иерусалим для поклонения родившемуся, а звезда указывала им путь. Поклонившись Богом младенцу, они не вернулись в Иерусалим к Ироду, как тот приказывал им, а получив откровение свыше, ушли в свою страну иным путем. Ирод понял, что его замысел найти младенца не осуществился и приказал убить в Вифлееме и в окрестностях всех детей мужского пола от двух лет и младше. Малыши стали первыми мучениками за Христа. Гнев Ирода обрушился и на Симеона, богоприимца, который всенародно свидетельствовал в храме о родившемся Мессии. Когда святой старец скончался, Ирод не допустил, чтобы его достойно погребли. По велению царя был казнен святой пророк-священник Захария. Его убили в Иерусалимском храме между жертвенником и алтарем за то, что он не указал, где его сын Иоанн Претеча, будущий креститель Господа Иисуса Христа. Гнев Божий вскоре покарал Ирода. Его постигла лютая болезнь. Он умер заживо съеденный червями. Перед смертью нечестивый царь довершил меру своих злодеяний, убил первосвященников и книжников иудейских, родного брата, сестру ее мужа, свою жену Мариамну и трех сыновей, а также 70 мудрейших мужей, членов Синедриона. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое.